Максим Кочергин учится на третьем курсе Военно-воздушной академии в Воронеже. Для него Международная олимпиада курсантов высших учебных заведений по истории первая. Подготовка к ней заняла два с половиной месяца. Изучал статьи, читал книги. Самым интересным, на взгляд, молодого человека оказался творческий конкурс. Капитан команды тянул героя и писали по нему эссе уже по регламенту. Кто попал? Из 26 героев. Попасть со мной может быть любой. Нам попал начальник артиллерии Брюмер. Писали команду. Удалось две с половиной страницы. У нас было ограниченное время, 75 минут. Уважились, выступили достойно. Главной темой Олимпиады в этом году стала Крымская война. Были вопросы о ходе боевых действий, живописи, литературе, памятниках архитектуры или вооружении и снаряжении русской армии и коалиции. Историю вооруженных сил надо знать. Я считаю, что каждый офицер, который готовится к руководству воинским коллективом, принятию соответствующих решений, должен уметь видеть, в том числе в событиях прошлого и в событиях настоящего, понятные причины следственной связи. А военная история нашей страны – это сокровищница бесценного опыта и источник пищи для больших размышлений. Знание военной истории позволяет успешно противостоять попыткам дезориентации, дезинформации и фальсификации исторических фактов. Уверен, что участие в состязаниях позволило вам не только показать прочные знания военной истории, но и открыть новые страницы истории нашего славного великого государства. Награждение победителей и призеров прошло на сцене Дома офицеров. Командирам и курсантам вручили дипломы, а также ценные подарки. Продолжение следует...